Слендер. Страшное мифическое существо, обладающее паранормальными способностями. О нём стало известно давно, пару лет назад, когда несколько детей встретило его в лесу. Слендером очень заинтересовался Франклин, и он пообещал, что найдёт его и навсегда избавит людей от этого монстра. Но Франклин пропал. Его последняя вылазка была несколько месяцев назад. Он был готов как никогда, но после этой вылазки его никто и никогда больше не видел. Пропал он или был убит, мне неизвестно. Именно поэтому сегодня мы выдвинемся в то место, где последний раз был Франклин, и постараемся спасти его. Но перед этим я хочу вас предупредить, что если прямо сейчас вы не поставите лайк под этим роликом, то сегодня ночью к вам придёт Слендер. И очень сильно напугает вас. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Гост, и сегодня мы начинаем новую охоту на Слендера. Как вы помните, ребята, за Слендером уже охотился Франклин, и делал это на протяжении нескольких лет. Когда Франклин собрал все данные касательно этого монстра и поехал на свою финальную вылазку, после этого, ребятки, его никто не видел. Никаких слухов касательно Франклина у меня сейчас нету, просто он куда-то пропал. И сейчас, ребята, мне ничего о нём не известно. Я знаю лишь место, куда отправился Франклин, и знаю, что, возможно, там его стоит поискать. Но вот больше ничего, ребята, у меня, к сожалению, нету. Ну что ж, ребятки, я надеюсь, что вы хорошо встретите наш новый сезон охоты на Слендера, потому что многие из вас писали мне касательно этого сезона, да, точнее, даже этого сериала, куда он пропал и почему охоты больше нету, ребятки. Но всё крайне просто. Франклин пропал, ребята, и сегодня я решил попробовать начать охотиться за Слендером за Майкла. Но главное, ребята, цель сейчас будет, конечно же, отыскать Франклина, чтобы разобраться, что же всё-таки с ним такое произошло. Давайте, ребятки, если под этим роликом наберётся 15 тысяч лайков, то я запишу следующую серию. Так что, ребята, прямо сейчас ставьте лайкос, ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Ну что ж, друзья, давайте сейчас мы с вами уже будем отправляться на нашу вылазку. Насколько мне известно, Франклин был где-то вот в этом месте. Вот на этом непонятном, ребята, болоте самое такое, знаете, даже не самое, наверное, одно из самых страшных мест в Лос-Антосе. То есть по ночам там постоянно происходят какие-то непонятные вещи. Я уже много раз там был и каждый раз сталкивался с паранормальными существами. Сегодня, ребята, мы будем там искать с вами Слендера. А вот и начинается тот самый густой лес, друзья. Это хорошее место как раз-таки для Слендера, потому что здесь высокая трава, густые деревья. Здесь очень много мест, где можно спрятаться, чтобы тебя не обнаружили люди. И именно в этом месте, ребята, как раз-таки Слендер в последнее время и завлекает своих жертв. Насколько я знаю, сейчас здесь редко появляются люди, потому что, как вы понимаете, ну... Прятаться в лесу Слендера, даже просто прогуливаться, это, конечно, ребята, ну это, по-моему, ненормально. Только самые настоящие смельчаки или те, кто ищет настоящего экстрима, будут таким заниматься. Но все, ребята, мы въезжаем в его обитель, и сейчас нужно быть крайне аккуратным. Я пока что не знаю, что же нам тут ожидать. Я уже вижу какую-то небольшую деревушку. Интересно так. Давайте, короче, будем осматриваться потихоньку. Густой лес, очень густой, друзья. Со всех сторон может напасть Слендер, но меня сейчас интересует именно вот это место, потому что это какой-то, похоже, я не знаю, жилой комплекс. Ох, ты серьезно, тут есть люди? Так. Что они делают? Они заколачивают заборы. А, это бывшие жильцы этого места, да? Ну даже не бывшие, получается, а настоящие. Они решили укрепиться от Слендера, чтобы продолжать здесь жить. Знаете, я их прекрасно понимаю, друзья, но куда они еще съедут? Само собой, да, они решили остаться в этом месте. И думают, что они смогут себя здесь закрыть от этого монстра. Ну, я не знаю, зная рост Слендера, он намного выше этого забора. Поэтому, я думаю, что он просто проверется вовнутрь. Ладно, короче, в принципе, меня это не интересует. Я хочу вообще посмотреть, что здесь такое творится. Они осматривают всю территорию, видимо, патрулируют, да? Это хорошо, это хорошо, ребятки. С такой защитой вполне вероятно, что Слендер не подберется. Но не стоит забывать, что если вы посмотрите ему в глаза, вы сразу же потеряете не только дар речи, да, ребята. Сразу же потеряете сознание. Я об этом всем знаю, Франклин обо всем этом рассказывал. Поэтому стоит быть крайне внимательными. Ух ты, черт побери, что это такое? Так, ладно. Так, здесь какой-то у нас огородик, да, небольшой? Ну, это обычные люди, они тут все огородили хорошо. А так, в целом, ничего интересного я здесь не вижу. Машину я, пожалуй, оставлю как раз-таки там. Сейчас я хочу прогуляться здесь. Будем осматриваться по сторонам. Все равно нужно найти какие-то сведения касательно Франклина. Я думаю, что все это неспроста. Окей. Так, что у нас? Что у нас здесь? Здесь у нас вода, да? Ух ты, так. Стоп. Это что такое? Так, там записка. Ребят. Я понял. Слендер здесь. И он, походу, знает, что мы сюда приехали. Кому он оставил эту записку? Мне кажется, что именно мне. Так, окей. Пистолет в руки, короче. И будем сейчас аккуратнее. Надо его выцеливать. Я не знаю, он может быть где угодно вообще-то, если честно. Фух. Так, окей. Осматриваемся, ребята. Осматриваемся по всем сторонам. Мы нашли первую записку Слендера. Это уже ничего хорошего не предвещает. В прошлые разы, когда Франклин находил эти записки, ребята, происходило что-то ужасное. Появлялся Слендер и нападал. Так, это что такое, блин? Это обычные бревна, что ли? Господи, каких они страшных, непонятных форм. Ладно. Что? Это там бревно. Господи, я подумал, что это кто-то стоит. Так, ладно. Я, походу, начинаю себя запугивать, друзья. Это не очень хорошо. Мне надо сейчас быть в трезвом уме, потому что нужно за всем наблюдать. Этот лес, я не знаю, нагоняет эту атмосферу, эту жуткую атмосферу. Причем это записка, которую мы обнаружили. Ребят, сейчас нужно быть крайне аккуратными. Я бы даже сказал, предельно аккуратными. В любой момент может появиться Слендер и напасть на нас. Я там что-то вижу, ребята, опять. Мне кажется, или... Так. Ага, там какая-то лодка у нас стоит. Небольшая пристань. Окей, сейчас посмотрим, что это. А, это не лодки, ребят! Это у нас просто поломанные машины. Они застряли в этом болоте. И вы знаете, я, кажется, понимаю, что стало с этими людьми, которые в момент того, как их машина тонула в болоте, были в ней. Я думаю, что их как раз-таки забрал Слендер, потому что я здесь больше никого не вижу. О, господи. Какая жуть. Так, ладно. Тут у нас какой-то домик. Ладненько. Сейчас попробуем сюда перелезть. Так. Тут есть люди, интересно? Тоже похоже на какую-то охраняемую территорию. Но людей здесь я не вижу вообще никого. Так, ладненько. Посмотрим, ребятки, по сторонам. Ох ты, ё-моё. Слушайте. Ребят. Так. Тихо. Пистолет в руки. Так. Спокойно. Ребят, осматриваемся по сторонам. Тут недавно было убийство. Вы посмотрите, какая свежая кровь. Она просто свежайшая. Такое чувство, что этого человека убили пару минут назад. И олени что-то начали бегать. Вы посмотрите, весь лес бунтовался. Так. Ладненько, я понял. Но я вроде пока никого не вижу. Чёрт побери. Это что за человек вообще? Я надеюсь, что это не Франклин. Ну нет, Франклина бы не могли только сейчас убить. Мы бы хоть что-то о нём знали, если бы он на всё это время был здесь. Окей. Так, ладно, ребятки. Давайте посмотрим, что там ещё у нас. Быть может, здесь тоже есть какой-то труп. Ну нет, вроде как чисто, ребятки. Но вот то пятно крови меня, конечно, очень сильно, ребят, напрягает. Я вообще не понимаю, кто это сделал. Здесь мёртвый человек. Что? Тихо, ребята, бежим. Так. Спокойно. Спокойно. Так. Это слендер, ребят. Так, я вижу его. Он меня нашёл, ребят. Он видит меня. Так. Я понял. Если б я ещё секунду на него посмотрел, я бы просто потерял сознание, ребята. Так. Давайте просто уходить отсюда. Он пока стоит вроде как там и никуда не двигается. Он исчез? Он исчез! Какого фига? Так. Ребятки. Вот это уже очень плохо. Давайте-ка, я не знаю, может просто в кустах спрятаться. Меня вроде как вообще не видно. Я так думаю, что он где-то рядом, ребята. Он сто процентов теперь знает, что я здесь. И он, наверное, догадывается, зачем я пришёл сюда. Я думаю, если бы он знал, что я обычная жертва, обычный человек, который забрёл в этот лес, чтобы проверить, как говорится, легенды, он бы наверняка сразу же напал на меня. Но сейчас, друзья, он чего-то выжидает. Он, видимо, понимает, что мы пришли сюда за нашим другом Франклином. Так, окей. Окей, я понял. Так, здесь у нас какой-то заброшенный магазинчик, да? Уже весь оброс листвой. Так, и здесь ещё один домик. В них вообще никак зайти нельзя, я так полагаю, да? Они заброшены уже давно и закрыты на засов. Быть может, там, кстати, даже есть люди. Я не знаю, друзья. Ну ладно, так, всё, берём, короче, в руки фонарик. Ух ты, блин, там какое у нас огромное колесо. Ой-ой-ой, это что у нас здесь? Что-нибудь есть? Так, обычная решётка вроде, да? Обычная канализация с решёткой. Короче, ничего интересного, в принципе. Ну ладно, в таком случае, ребята, двигаемся дальше. У нас с вами ещё есть какое-то интересное местечко. Чёртово колесо. Большое чёртово колесо, ребята. А что оно здесь делать в этом лесу вообще? Здесь был раньше парк. Теперь это место, ребята, выглядит очень заброшенным. Я, кажется, понимаю, почему оно теперь заброшено. Как раз таки, мать его, из-за слендера. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Оно очень больших размеров. Очень больших. Ладненько. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь очень густой лес. Я бы на самом деле осмотрелся. Я бы на самом деле осмотрелся. Потому что в любой момент может выскочить эта тварь. Мне нужно найти какое-то... Я не знаю, какие-то... Свидетельства того, что здесь был Франклин. Хоть что-то. Так, ладно. Так, стоп. Это что такое? Блин. Тихо, не застревай. Так, вот это, ребятки. Ну-ка, стоп. Я понял. Ребята. Он рядом. Здесь был Франклин. Это сто процентов. Он здесь был. Так. Окей. Давайте-ка мы с вами сейчас отбежим отсюда. Потому что слендер только что повесил нам эту записку. Хорошо. Значит, все-таки здесь... Здесь был Франклин. Но куда он делся? Ребят. Я вообще не... Даже не предполагаю. Пишите в комментариях, как вы думаете, куда пропал Франклин. Что с ним стало? Куда его дел... Этот слендер. Черт побери. Я уже начинаю путаться, ребятки. Очень жуткое место. Ладно. Надо искать дальше. Я не думаю, конечно, что ходьба в полуприседе мне поможет скрыться от слендера. Но сейчас, ребята, я очень сильно напуган. И мне нужно найти какие-то последние данные. Я не знаю, где нам нужно искать подсказку. Где нужно искать еще одну записку. Но я более чем уверен, что она здесь есть. Вот на этих магазинах вроде ничего нету. И здесь тоже. УАУ! Черт! О, черт! Где я нахожусь? Ребята, что произошло? Так. Это что за место такое, ребята? Что это за трейлер? Мне показалось, что я погиб на мгновение. Слендер же напал на меня. Так. Вы знаете, где мое оружие? Даже фонарика нету! Ребята. Я, кажется, понял. Слендер хочет поиграть со мной. И он, видимо, привел меня сюда не просто так. Так, я же оказался здесь не сам. Он же у меня сюда приволок наверняка. Я думаю, что здесь есть какая-то подсказка. Наверняка он сделал это не просто так. Он хочет, чтобы мы шли за ним дальше. Это было точно так же, как с Франклиным, друзья. Он постоянно его манил в новые места. Подзывал к себе. И каждый раз у него получилось ускальзывать. Офигеть, сколько здесь трупов! В трейлере был труп. Здесь один труп. Офигеть, ребят. Я думаю, что здесь еще будут трупы, потому что... Ну, я не знаю. В таком месте наверняка было много убийств. Окей. Значит, ребята, что я думаю? Я пока посмотрел здесь немногое, но в трейлере были какие-то странные препараты. И похоже на наркотики какие-то. Здесь у нас есть какие-то коробки с бочками. И такие коробки... Что за надпись? Фруит. Ага. Ребят, я знаю, где я видел такие коробки. Я понял. Так. Это место находится... По-моему, где-то... Вот, ребят, я нашел. Да, ребят, это лагерь бездомных людей. Именно здесь я видел такие коробки. Именно здесь они, ребята, и были. Значит, мы должны сами выдвинуться туда. Возможно, там будут следующие данные касательно Франклина. Мы должны найти хоть еще одну записку для того, чтобы разобраться во всем этом. Окей, друзья. Ну что ж. В общем-то, вот такое на сегодня получил с вами ролик. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы поставите лайк. Не забывайте, что как только наберется 15 тысяч лайков, я буду снимать следующую серию по охоте за Слендером. Ну что ж. С вами был я, Жека Гост. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.